Добрый вечер! В эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азаджумаханов и Сурдоперевод обеспечивает Марат Жмабеков. Смотрите сегодня. Рейс особого назначения. Что и как происходит с пассажирами авиарейса, прибывшего из Шарджа в Талдыкурган. Дачи закрытого типа. Четыре дачных массива имбекш-казахского района закрыты на карантин. Здесь за минувшие сутки было зарегистрировано сразу девять случаев коронавирусной инфекции. Хотим домой. Жители Алматинской области из Турции, перенаправленные в Павлодар, оказались на карантине. В полночь с 15 апреля на территории Алматинской области вводится карантин. Соответствующее постановление вынес главный государственный санитарный врач региона Кайрат Баймухамбетов. Теперь вводится запрет на въезд на территорию области из других регионов, всех лиц и транспорта, за исключением жителей Алматинской области, возвращающихся из иностранных государств. Запрещается передвижение на любых видах транспорта между районами и городами и внутри населенных пунктов. Однако жителям региона можно выходить в ближайшие магазины и аптеки, но не более одного раза в день. Основное движение жителей края ограничивается. Выход на улицу без уважительной причины категорически запрещен. Граждане, осуществляющие жизнедеятельность региона, продолжат работу в обычном режиме. Ограничения их не касаются. Временно приостанавливается деятельность торговых объектов, аэропортов, городских и районных автовокзалов, гостиниц, хостелов, ресторанов и кафе. Последние будут работать лишь на доставку. Не будут работать и СТО, салоны красоты, сауны и общественные бани. Одним словом, в область теперь никого впускать и не будут. И выпускать, кстати, тоже. Все это делается для здоровья наших жителей, подчеркнул главный санитарный врач. В Алматинской области на сегодня зарегистрировано уже 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией. 9 из них выявили в минувшие сутки в Эмбекше-Казахском районе. Сейчас 4 дачных массива закрыли на карантин из-за COVID-19. По согласованию с областным штабом, на карантин закрыты Алтынадам, Куксай, Алтыналма и Береке. Сообщается, заболевшие жители контактировали с одним из ранее зараженных. Все это время они находились на карантине в провизорном госпитале. Результаты тестов на COVID-19 впоследствии оказались положительными. Постановление о карантине принято главным санитарным врачом Эмбекше-Казахского района. Мобилизованы службы, которые обеспечат строгое соблюдение режима карантина. По поручению Акима области составлен список жильцов, которые будут обеспечены продуктовыми корзинами и полным спектром необходимых услуг. Это не санитарный, а блокпост. Введенный в карантине носит жесткий характер. Никто не должен выходить из данного массива и входить. Для обеспечения этого мероприятия были установлены три блокпоста по периметру дачного массива. Кроме этого, во избежание нарушения вырета кольцеобразный котлован вокруг четырех дачных массивов. Это позволит обеспечить безопасность, чтобы люди не имели доступа к внешнему периметру района. Это была вынужденная мера, так как были случаи, когда зарегистрировали, что люди хотели самовольно покинуть дачный массив. Установлен пеший патруль. Свыше 1 миллиона 700 тысяч человек получили соцспособие в Казахстане. На это из госфонда выделили свыше 75 миллиардов тенге. Такой информацией поделился министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурбетов. В ходе брифинга он озвучил ряд интересующих народ вопросов. К примеру, могут ли пенсионеры получить соцспособие? И да, и нет. Если получатель пенсии до момента введения режима ЧП работал, то он вправе претендовать на помощь. Только в этом случае можно рассчитывать на 42 500 тенге. Такая же ситуация и с получателями АСП. При этом уточнил министр, можно один раз заплатить ЕСП и рассчитывать на получение пособия. Кроме того, министр соцтруда извинился перед соотечественниками за долгое рассмотрение заявок. Мы не успеваем чисто физически. Покаялся Нурбетов. Он отметил, что из 3 миллионов 700 тысяч человек, подавших заявление, более миллиона 200 дублирующих. То есть заявки повторяются. Люди неправильно заполняют онлайн-анкеты и допускают ошибки. Мы вынуждены перепроверять и отправлять заявки обратно. Много ошибок люди делают. Например, неправильно указали ИИН. Таких более 63 тысяч человек. Второе. Люди указывают неправильный счет. Таких более 83 тысяч. Третье. Люди, оказывается, трудятся на второй работе. Получают заработную плату. И последнее. Подают заявление на умерших людей. Таких 378. Проверку делают машины. Но это занимает время. Просим вас отнестись с пониманием. Все 135 пассажиров, прибывшие из Объединенных Арабских Эмиратов в Талкурган, проверены на коронавирус. Проведенные экспресс-анализы дали отрицательный результат. Информацию уже подтвердили в Министерстве здравоохранения и пресс-службе Акима Алматинской области. Но все они, несмотря на все это, будут находиться на карантине. О состоянии казахстанцев, прибывших из Эмиратов смотрите в следующем материале. Борт сообщением Шарджа Талкурган приземлился в областной центр 11 апреля в 21.30 по местному времени. Для встречи пассажиров были мобилизованы санитарные врачи, пять карет скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. По поручению Акима области на месте создан специальный штаб, который возглавил первый заместитель главы региона Лязат Турлашев. Весь багаж прибывших тщательно продезинфицирован, а все 135 пассажиров прошли процедуру телеметрии, который показал, что температура у всех удовлетворительная и жалоб на здоровье нет. После прохождения всех процедур в аэропорту пассажиры рейса, пересев в автобусы, в сопровождении полиции были доставлены и размещены во временные стационары в Талкургане и Текили. Мы делали все возможное, чтобы быстрее попасть в Казахстан, домой, к своим родным. Почему именно в Талкурган? Это самый главный вопрос. Мы не выбирали город, нам каждый раз его меняли. Сначала мы должны были в Чумкен поехать, потом в Павлодар, потом в Кызылорду, потом в Алмату. И вот на сегодняшний день нас привезли в Талкурган, но сейчас мы находимся в Текили, в санатории. 45 прибывших пассажиров разместили в одной из гостиниц Талкургана, остальные 90 были отправлены в город Текили. Большому счастью, анализы на коронавирус у всех оказались отрицательными. В период пребывания в нашем регионе для наших соотечественников по поручению Акима области созданы все условия для комфортного проживания на время карантина. Предусмотрено пятиразовое бесплатное питание и консультация врачей по различным вопросам. В общем, по завтраку у нас творог, каша, кисель. В общем, у нас тут и обед уже, салат, суп. Очень вкусно выглядит спагетти с текильками. Все очень классно, супер. Состояние всех казахстанцев оценивается как стабильное. Жалоб со стороны граждан нет. Ситуация находится под личным контролем Акима области. Ежедневно за прибывшими пассажирами проводится медицинское наблюдение двукратно в день. То есть их осматривают на наличие признаков гриппоподобных заболеваний с измерением температуры тела. Состояние у всех нормальное, без каких-то признаков заболевания. Теперь, сегодня истекают вторые сутки, как они находятся здесь. Сегодня и завтра будет осуществляться транспортировка их до места прибытия. Специальными выделенными автобусами их отправят до места прибытия. Без остановок. По словам специалистов, все пассажиры этого рейса предварительно провели две недели в карантине перед вылетом. И по прибытию домой также пробудут еще 14 дней на карантине в инфекционных стационарах по месту жительства. Азад Жумаханов, Алексей Цой, Аблай Кутэкпай, телекомпания ЖТСО, Талдыкурган. Сегодня в социальных сетях появилось обращение от жителей Алматинской области, которое находится сейчас на стационарном карантине в городе Павладар. Как выяснилось, 8 студентов из Алматинской области были среди 102 пассажиров, прилетевших на прошлой неделе из Турции. В своем обращении ребята утверждают, что граждане с других регионов уехали в свои края и просят оказать содействие, вернуться домой. Власти нашего региона на обращение среагировали оперативно. Когда мы отправили транспорт в Павладар, в области был объявлен карантинный режим, усиленные меры безопасности. По нашим сведениям, ребят с других регионов забрали до того, как в регионе объявили карантин. Поэтому наши ребята сейчас доживутся окончания карантина. После этого будет решаться вопрос о возвращении этих ребят к нам на родину. С сегодняшнего дня в Павладарской области вступило в действие постановление главного санитарного врача. Регион закрыли на карантин, передает Хабар-24. Эта мера коснулась всех городов и районов. Коммунальные службы совместно с полицейскими установили пять блокпостов вокруг областного центра. Вступил в силу полный запрет на свободное перемещение населения. Работу городского пассажирского транспорта тоже временно приостановят. Оставят только несколько таксомоторных фирм, а персонал объектов жизнеобеспечения и промышленных предприятий сможет добираться на работу на развозках. Для этого по заявкам заводов выделено 80 транспортных средств. Подготовлено еще больше 200 больших и малых автобусов. Несколько нарушителей и десятки зараженных. В Щиелинском районе Казалардинской области количество пациентов с COVID-19 растет с пугающей скоростью. Всего за несколько дней больше полусотни. В отношении 12 человек, помещенных под карантин, оформлены административные протоколы. От внешнего мира полностью изолированы два аула – Балаби и Кудаманов. Вокруг последнего местным властям пришлось вырыть траншеи, чтобы воспрепятствовать движению автомашин. Несмотря на все запреты, говорят полицейские, нарушителей в регионе меньше не становится. Всего в ходе рейдовых мероприятий выявлен 331 факт нарушения требований чрезвычайного положения. Пандемия жестокости. С начала введения карантина кризисные центры фиксируют всплеск обращений. Больше 20 жительниц столицы и пригорода стали жертвами бытового насилия. И просят помощи, сообщает Хабар-24. Жертвами неуравновешенных мужчин становятся как жены, так и дети. Львиная доля конфликтных ситуаций происходит из-за чрезмерного употребления алкоголя. Переборщив с горячительными напитками, агрессоры самым настоящим образом терроризируют свои жертвы, говорят сотрудники кризисных центров. На данный момент пострадавшим оказывается всяческая психологическая помощь. Более 10 тысяч человек обеспечат продовольствием в Алматинской области. Безналичную помощь оказывают волонтеры в рамках единой республиканской акции «Безбергемес». Общественный фонд «Безбергемес» был создан 20 марта текущего года по инициативе Ельбасы для оказания помощи социально уязвимым слоям населения в условиях пандемии COVID-19. В фонде накапливаются средства тех, кто хочет и может помочь своим согражданам в этот непростой период. Так, благодаря поддержке бизнесменов Алматинской области, многодетным и малообеспеченным семьям, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, переданы продуктовые наборы. «Мы поддержали инициативу Ельбасы и Касымжу Марта Тукаева. Каждый из нас в это тяжелое время должен стремиться поддерживать друг друга. Поэтому мы помогаем нуждающимся и будем продолжать это благое дело. Только общими усилиями можно справиться с трудностями». В эти дни волонтеры навестили около 10 многодетных семей, а также людей с инвалидностью. В развозке продуктов участвовали и автоволонтеры. «Я одна живу, воспитываю четырех детей. У меня самая маленькая младшая дочка, инвалидность с детства получает. Спасибо этому волонтеру. Мы пришли в такую ситуацию, как ЧП сейчас в стране. Спасибо огромным, продуктами помогаете». «Я воспитываю восьмерых детей. Мы многодетные мамы. Сейчас общаемся по WhatsApp, по телефону. Вот мне подсказали, продиктовали номер волонтеров. Я обозвонила буквально вчера, а сегодня уже привезли продукты. Спасибо большое, конечно. Большая и неожиданная помощь моей семье. А главное – вовремя». Обращаться за помощью можно круглосуточно по телефону колл-центра Талдыкурганского штаба волонтеров. Его специалисты оказывают также медицинскую, правовую и другие консультации тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. «Сегодняшнее мероприятие организовано Управлением по вопросам молодежной политики и представителями волонтерского движения. Благодаря помощи спонсоров-бизнесменов на сегодняшний день благотворительностью в городе охвачено порядка тысячи человек. По области же планируется оказать поддержку около 10 тысячам граждан». «Как отметил в своем профиле в Твиттере Касынжо Мартакаев, труд волонтеров отражает лучшие моральные качества нашего народа. В свою очередь добровольцы Алматинской области ведут благотворительную деятельность по нескольким направлениям. Это доставка медикаментов хроническим больным и одиноким пожилым людям, развозка продуктовых корзин, пошив защитных масок, а также информационная работа по профилактике заболевания COVID-19». Евгения Присяжная, Абылай Кутыкбай, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Безбергемес. Следуя общереспубликанскому девизу, волонтеры из города Тикели работают в режиме нон-стоп. «Никого не оставим без помощи», — резюмирует добровольцы волонтерского движения «Лидер КИЗ». Благо неравнодушные граждане и спонсоры сами выходят на связь, предлагая посильную финансовую поддержку. Так, на пожертвования меценатов закупаются продуктовые корзины, а также средства индивидуальной защиты. В списке получателей многодетные и малоимущие семьи, а также одинокие граждане. В минувшие выходные инициативная группа волонтеров, а также представители татарского культурного центра «Тугантель» посетили порядка 20 адресатов. На средства спонсоров приобретены макаронные изделия, мука, подсолнечное масло и многое другое. К слову, полсотни тикелицев уже обеспечены продуктами и товарами первой необходимости. Большинство получателей выражает искреннюю признательность как волонтерам, так и спонсорам. Службы ЧС Алматинской области ведут активную профилактическую работу с использованием различных систем оповещения и информирования. В районах и городах края ЖТСУ появились громкоговорящие установки, посредством которых ведется разъяснительная работа, рассказывает Антон Хатиновский. Предупрежден, значит вооружен. Именно таким принципом руководствуются сейчас сотрудники служб ЧС. Для просветительской и профилактической деятельности они задействовали передвижные громкоговорящие установки, которые жители области уже увидели и услышали на улицах. Предупреждают граждан не только о необходимых карантинных мерах, но и возможных других ЧС природного и техногенного характера. Регулярно мойте руки, регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом. Если на поверхности рук присутствует вирус, то обработка рук спиртосодержащим средством или мыть их с мылом убьет его. Следует отметить, что такая работа не нова. Службы экстренного реагирования проводят ее во время пожароопасного периода и риска возникновения паводковых проявлений. Об усложнении ситуации готовы оповестить граждан и многочисленные сирены, находящиеся в постоянной готовности. Оповещение населения производится ежедневно. Особое внимание уделяется объектам с массовым пребыванием людей. Это такие объекты, как Казпочта, банки второго уровня и жилые районы нашей области. Особое внимание уделяется тем районам, в которых зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. Это Карасайский район, Елийский район, Жамбулский район, а также Ембекш-Казахский район. В случае необходимости нами возможно включение звуковых электросирен. Это порядка трехсот электросирен по Алматинской области. Перехват телерадиоканалов. Это 25 республиканских каналов. И все телеканалы, вещаемые кабельными телевидениями от АОТВ и КАЙНАР-ТВ. Антон Хатиновский при содействии Пресс-службы ДЧС Алматинской области. В Венгрии эпидемия коронавируса нанесла удар по киноиндустрии. В течение последних лет Будапешт не раз появлялся на больших экранах по всему миру. Государство возвращает кинопроизводителям до 30% потерянных денег. Да и услуги местных операторов или звукорежиссеров. Но с началом распространения инфекции съемки остановились. С этой недели независимые режиссеры, оказавшиеся в трудной ситуации из-за коронавируса, могут рассчитывать на финансовую помощь Национального института кино. Но говорить о прежних масштабах съемок не приходится. В настоящий момент на всем африканском континенте, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, насчитывается по меньшей мере 10 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией. Эта цифра увеличивается ежедневно примерно на 4,5%. От COVID-19 скончались чуть меньше 500 человек. Власти ряда стран, например, Либерии, вводят карантинные меры. Накануне Совет Безопасности Код Девюар вел обязательное ношение масок при выходе из жилища. Индивидуальные средства защиты такого рода будут распределяться бесплатно. Швейные фабрики и компании, работающие в сфере текстиля, сейчас выполняют заказы, функционируя практически круглосуточно. У морских берегов Франции появились киты. Они борозят морское пространство и практически ничем не рискуют. Это фондвалы близкие родственники синего кита. Вторые по величине животные планеты. Из-за пандемии, вызванной коронавирусом, в море сейчас курсирует значительно меньше судов. Именно поэтому, считают специалисты, киты осмелели и стали приближаться к прибрежной зоне. Это те места, которые они обычно сторонятся из-за интенсивного морского трафика. Каждый из этих фондвалов весит порядка 70 тонн. Длина тела достигает 20 метров. Снять китов на видеокамеру удалось морскому патрулю. Это вся информация уходящего дня. Спасибо за внимание и оставайтесь дома.